Девушки отдыхают Посоветовать вам крутую вещь Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер И самое главное – у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30% Заходи на проверенный магазин и убедись сам Ссылка будет в описании под видео Ну а мы начинаем Поехали! Начнем с новостей об отмене Моргенштерна У Алишера с каждым днем дела идут все хуже и хуже А сейчас у него начались уже серьезные проблемы с государством И все из-за неосторожного высказывания на шоу Собчак 26 октября Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы О том, что рэпер не понимает праздник Победы, он рассказал в интервью Ксении, которая вышла в понедельник Вот как звучит извинение Алишера Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели слова о Дне Победы Я ни в коем случае не умалял важность и значимость событий, лишь честно признался, что не понимаю А фразу вырвали из контекста Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли И уж тем более не хотел никого как-то задеть или обидеть В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко После публикации интервью Моргенштерна, общественное движение ветеранной победы пообещало обратиться в СК и прокуратуру С жалобой на артиста, потому что он оскорбил историческую память и наследие Кремль на слова рэпера отреагировал довольно оперативно В тот же день высказывание Моргенштерна прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Вот его цитата Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески Наверняка у них есть дедушки и бабушки, поговорите с ними Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами И поговорите с ними, спросите, почему так важен День Победы И почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны Скорее всего, это что называется не по злобе, а от незнания, от отсутствия знаний И здесь очень легко эти проблемы ликвидировать Ну да, вот еще что важно сказать Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью своих сверстников Они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы Они должны за это нести моральную ответственность Но на этом дело не кончилось, и Зали Шера взялись уже серьезнее, чем обычно Глава Следственного комитета поручил руководителю Главного Следственного управления по Москве проверить слова рэпера Дне Победы Проверка ведомства должна установить, содержится ли в словах рэпера нарушение действующего законодательства Сказано в сообщении пресс-службы органа Причиной действий главы СК названа реакция ветеранов на оскорбление исторической памяти защитников Отечества Тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны Конечно, вряд ли дело тут дойдет до суда Но репутационные и финансовые проблемы из-за этого Моргенштерн ощущает уже сейчас Телеканал СТС в день премьеры снял с эфира шоу «Русский ниндзя» Его ведущими были заявлены Моргенштерн и Дагалич Василий Артемьев Представители телеканала заявили, что в программной сетке вещания произошли изменения И премьера переносится на ноябрь Зрители же предполагают, что перенос связан со скандальным высказыванием Моргенштерна Ваша мечта стала реальностью Но нашлись и те, кто встал на сторону рэпера в этой непростой ситуации Например, в поддержку Моргенштерна выступили вышеупомянутые и Дагаличи Ксения Собчак Последняя написала следующее Эвит Элишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования Не понимает, понимаете? Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает И честно в этом признается Ау, ему 23 года Он представитель уже другого поколения Которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад Вы за это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, вот что лично меня оскорбляют Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая Вбухивая в них миллионы и миллионы Когда Дава с кровоподтеками пытаются исполнить великую песню журавли на суровых щах Надеемся, что у Алишера все же получится избежать каких-либо наказаний И видимо впредь он будет тщательно и следить за своими словами Но проблемы сейчас обрушились не только на Моргенштерна Элджей тоже переживает не самый лучший период Позавчера в Юзенский районный суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении Элджея Его обвиняют в пропаганде наркотиков в интернете Максимальное наказание по этой статье штраф до 30 тысяч рублей Дата заседания еще не назначена Перейдем к новостям о битве фриков русского рэпа Реаниматорица это новый подкаст стендап комика Гаррика Ганесяна Первым гостем стал Дёрти Монг Человек, чей снятый на телефон ролики в начале десятых набирали сотни тысяч просмотров Самопровозглашенный первый гангстрапер России Гроза всех голубей района Вы же говорили 100 рублей Мы тебе хотели дать 100 рублей А ну давайте В интервью он действует дядю Джиай и Чиппинкоса за отсутствие самоиронии Выкатывает мощный список литературы, который стоит прочитать И анонсирует лиричный альбом, который скоро должен выйти на лейбле VTSD Ренессанс Вот цитата Дёрти Монга про Чиппинкоса и дядю Джиай Я не воспринимаю дядю Джиай и Чиппинкоса У них нет самоиронии, чувства юмора Когда их подкалывают, как у Бастона шоу Они начинают агриться слишком сильно Вести себя так, недоразумение Рэп у них с одной стороны забавный А с другой они слишком серьезный Со стороны себя не видят У них видение какое-то прямолинейное Не видят комизм свой А я всегда осознавал, что я делаю смешно Сам всегда смеялся над собой Когда я изображал Дёрти Монга, я с душой входил в процесс У Чиппинкоса есть прикольные треки Даже клипы я смотрел Но с клипами он задолбал У него всего три локации Он мог бы вложить деньги, заработанные на кулачных боях В качественный клип В сценарий хотя бы минимальный А он штампует одно и то же, как конвейер Помню, у него был клип, просто снятый в подъезде Я смотрел их с дядей еще давно До того, как они стали на хайпе Что ж, ждем реакции от Чиппинкоса А теперь давайте перейдем к дропам этой ночи Изначально в коллаборацию Платина и Доры Было трудно поверить Из-за разных образов и жанров этих исполнителей Но со временем появлялось все больше подтверждений тому Что совместному треку суждено быть Началось все с инициативы Платины Когда он отметил Дору в инстаграме С идеей создать совместный трек Что она и поддержала Оригинальная песня Сан Лоран Появилась на альбоме Платины с Awesome Music А сейчас вышла новая версия Уже с Дорой Еще один любопытный фит этой пятницы Ти Фест и Федук выпустили песню Изменчивый мир С отсылкой на программный хит группы Машина Времени Эльдар Джарахов и Марат Сквозь Баб Это идеальный дуэт из так называемых мем-рэперов Которые читают комедий рэп Хиппи Хап это не первый совместный трек исполнителей Ранее они выпустили Бути на альбоме Body Language С практически идентичным истроумным замыслом Это едкий бэнгер с интересным сторителлингом от Марата Который был записан еще год назад Как мы уже сказали выше В последнее время в жизни Элджея наступила черная полоса Это развод с женой Судебные иски из-за пропаганды запрещенных веществ И лишения прав Но все это не стало помехой для его творчества И сегодня мы слушаем новый сингл Мураками Который выполнен в японской тематике Который часто прослеживается в творчестве Леши А на сегодня у нас все Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok